МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Человек тратит, о нем многое можно сказать. Что можно о нас, о пермиках, сказать? Поговорим об этом с гостем в студии депутата Пермской городской думы Евгений Глезман. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Станислав. Вообще в стенах городской думы, я так полагаю, чаще говорят не о том, как мы тратим деньги, а как мы распоряжаемся инвестициями, что у нас в городе вообще происходит, так чтобы было понятно рядовому обывателю. Инвестиционно привлекательным городом есть нам что тратить, и как мы этими финансами распоряжаемся, такая общая оценка ваша. Станислав, нам, жителям города, повезло, мы стали более привлекательными в этом году. И если с 2013 по 2018 год пятилетку объем инвестиций в городе Перми не превышал 3,5 миллиарда, то с 2019 года этот объем уже вырос до 5,5 миллиардов, а в этом году, в 2020, более 10 миллиардов рублей на инвестиционные проекты города, на развитие города. И, соответственно, на трехлетку мы видим уже 2021-2022 год, уровень держится более 10 миллиардов рублей, планируется к выделению. Безусловно, это и бюджет города, это и софинансирование краевого бюджета, и федерального. И многие проекты организованы для празднования, для подготовки города к 300-летию, конечно. И показательным был 2019 год, когда при выделении такого объема большего инвестиций, 5,5 миллиардов, мы освоили всего 66%. Эта цифра существенно ниже, чем даже за предыдущие годы, за несколько лет, по-моему. Да, она в абсолютном выражении сохранилась, освоение было на уровне тех же 3,5 миллиардов, но процент, конечно, ниже, 20% ниже, чем в предыдущие годы. Это заставило задуматься. Я думаю, что заставило задуматься всех, и городскую администрацию, и, конечно же, депутаты были взволнованы на подведение итогов в декабре, как раз по отчету заместителя главы города по инвестициям. И, конечно же, как в той поговорке, нельзя делать по-старому, чтобы получить новый результат. И, безусловно, все понимали, что для эффективного управления таким объемом инвестиций требуется и система совершенно новая, измененная, которая позволяет действительно точно и в срок реализовывать проекты, запускать объекты городского имущества, школы, стадионы, бассейны, и так далее, и так далее, дорожные участки. И для того, чтобы критика не осталась критикой, была создана рабочая группа для разработки рекомендаций, что нужно внести в инвестиционный регламент, в инвестиционный процесс города для того, чтобы действительно повысить качество реализации проектов, своевременность, ну и чтобы система была достаточно сильной для повышенного объема инвестиций. Мы сейчас много говорим о муниципально-частном партнерстве, вы, наверное, тоже об этом слышали, но я считаю, что начинать нужно со слова «партнерство». То есть для того, чтобы в городе Перми, в городской администрации увидел бизнес надежного партнера, нужно продемонстрировать как раз умение, четкость в реализации проектов. И я думаю, что когда мы научимся это делать, и бизнес пойдет, и появятся проекты муниципально-частного партнерства. Ну то есть вот пока мы, кстати, говорим исключительно о государевых деньгах, что называется, а частным инвесторам Пермь, насколько интересно? Я думаю, что это долгосрочная программа должна быть в Перми, и, конечно, интересно. Город любой, миллионный, интересный, развивающийся, он может создавать объекты и центры притяжения своих жителей, а центр притяжения жителей всегда интересен для бизнеса. Поэтому потенциально да, потенциально интересно. Но в тактике пока мы не имеем реальных проектов, ярких, хороших, и, соответственно, мы должны поработать над собственной системой управления проектами для привлечения бизнеса. Бизнес очень четко все увидит, и долгосрочность перспектив города, и умение выполнять обязательства. И далее, конечно, уже будут, я думаю, что проекты, прецеденты и хорошие результаты. Ну, вот опять же, для того, чтобы было всем зрителям понятно, о каких проектах идет речь, успешные, не очень успешные кейсы, может быть, можно привести сейчас? Мы начали с того, что проанализировали, а в чем же причина вот таких невыполнений реализации бюджетных инвестиций, и увидели несколько ключевых проблем. Первое – это идеи, которые в виде проектов включаются в бюджет города для реализации, они достаточно слабо проработаны. То есть это идея, что нам нужно построить школу, или идея, что нам нужен физкультурно-оздоровительный комплекс, и, соответственно, мы, когда получаем финансирование бюджетное, только после этого приступаем к реализации. Ну, и возникает очень много непредвиденных обстоятельств. Назначение земли, например, не предназначено для строительства того или иного объекта. Это затягивает сроки. Техническое присоединение от наших сетевых энергетиков и организаций ресурсоснабжающих. И уходит время для того, чтобы это подключение организовать, и так далее, и так далее. Проектные организации дольше выполняют проект, и проект, который они выполнили, невозможно там реализовать. Поэтому практически каждый второй проект по разным причинам подобным меняет свои сроки, меняет стоимость. Это же в кадрах проблема, или в системе? Что не работает, где все рушится? Мое видение, что в системе. В системе. И мы понимаем, что очень нужно многое улучшать, с многим нужно разбираться, и с качественными проектными организациями, и с добропорядочными подрядчиками. Но в первую очередь нужно разработать систему правильную, которая дальше уже либо выявит, будет выявлять своевременно эти проблемы, ну и будет уже ставить вопросы о решении всех дальнейших. Тем более, что в России есть успешный опыт городов. Это и наш с вами сосед Екатеринбург. Мы можем брать опыт. Это и Казань, и Москва, и Санкт-Петербург, и так далее, и так далее. То есть мы достаточно быстро можем вот этот концентрированный опыт применять для реализации успешных своих проектов. Вот как сейчас будет строиться эта работа? Депутаты, так скажем, знамя вместе с городской администрацией, я так полагаю, будут сейчас держать. В городской думе появилась у нас комиссия, группа рабочая специальная, которая будет консультировать чиновников по поводу того, как им себя правильно вести, чтобы инвестор пошел. Какие планы? Вот есть ли какой-то план уже прописанный по шагам, может быть, со сроками? Цель и задача сроки бюджета? Мы с коллегами обсуждали, наверное, это один из немногих случаев, когда депутаты действительно разработали очень четкие рекомендации. И эти рекомендации разбирают весь комплекс шагов, как сегодня реализуются проекты, от идеи до реализации, и как мы предлагаем. Расскажу о ключевых дополнениях, которые мы предлагаем, и об этапах внедрения. Первое, мы говорим о том, что все проекты, которые инициируются городской администрацией, депутатами, они должны быть в соответствии с программой комплексного развития по каждой отрасли. Не просто разовая идея, что хотим что-то где-то построить, а всегда нужно смотреть о комплексе мир. Комплексе школ на 5 лет вперед, комплексе дорог и так далее. То есть горизонт планирования расширить предлагается? В каждой отрасли. В спорте, в женщинно-коммунальных, во всех вопросах. И самое важное, что сейчас вы, я думаю, слышали о национальных проектах, о финансировании нацпроектов. И, конечно, программы комплексного развития должны быть коррелироваться с нацпроектами. Это позволит и дополнительное финансирование получать, и решать приоритетные задачи сегодня в целом по государству. То есть двигаться, так скажем, в ритм, в ногу со всей страной. Это важно. Поэтому первое – вот соответствие программам комплексного развития. Второе – по каждой идее, по каждому проекту мы предлагаем составлять технико-экономическое обоснование. Это уже первичная проработка. Она должна делаться командой администрации. Мы предлагаем, чтобы такие специалисты появились. И, конечно, будет очень эффективно, когда эти специалисты будут находиться в едином центре управления проектами в городе. Она может называться по-разному, но суть у нее должна быть такая. И специалисты могут оценить достаточно качественно, детально каждый проект. Во-первых, нужно начинать с целей проекта. Какую задачу в городе он решает. Не просто строительство здания или ввод его в эксплуатацию, а какую социальную задачу он решает. И все цели должны быть разложены на смарт, и, конечно, определенный бюджет и все остальное. Второе, определены назначения земель, подключение технических условий обязательно, то, о чем мы говорили. Ну и одно из нововведений, которое мы предлагаем, это карта рисков. Проект оценить на риски – это то, что при включении проекта в бюджет пока невозможно оценить, но над этим стоит задуматься. Карта рисков, она имеет ограниченный список рисков, но это как раз те причины, которые мы выявили, системно анализируя, ранее реализованные проекты и причины их задержки. Поэтому считаем, что это повысит достаточно качественно проработку каждого проекта. И когда уже администрация совместно с депутатским корпусом принимает решения о целесообразности проекта, позволит достаточно глубоко оценить каждую идею и принять ее в портфель проектов. Такое понятие вводится тоже впервые. Портфель проектов – это уже комплекс мероприятий, комплекс действий, направленных уже на более глобальное решение задачи. Ну и самое главное, что когда мы видим комплекс, мы видим и более долгосрочную перспективу, и мы можем определять приоритеты выделения денежных средств. Сегодня мы принимаем каждый проект вместе с финансированием отдельно. То есть где-то за кадром 99 проектов других, и вот мы сегодня смотрим только один, поэтому это, конечно, не дает комплексной оценки. И при внедрении такой практики обсуждения уже депутатским корпусом, обсуждения администрации портфеля проектов, я считаю, что тоже позволит так достаточно повысить качество управления целой инвестиционной программой. Мне кажется, по крайней мере, части наших зрителей, то, о чем вы говорите, вполне может быть знакомы. Я думаю, что многие коммерческие структуры, в принципе, этими технологиями уже сейчас пользуются. А вообще, что касается вот как раз планов, планы комплексного развития по отраслям города в целом, они сейчас у нас соответствуют действительности? В Крае, к примеру, мы уже заботились, насколько я понимаю, новым будущим. А что касается города, соответствуют ли они реалиям времени? Станислав, вы говорите о стратегии развития города. Да, вы знаете, хороший очень вопрос. И, по моему мнению, хотелось бы, чтобы стратегия развития города была более точная, с четкими критериями оценки, и с пониманием ресурса для достижения, и с понятной для жителем города. И для меня важно, что если вы задаете этот вопрос, значит, у вас нет четкого понимания, какая же стратегия развития города. На сегодня есть несколько документов базовых. Это и стратегия социально-экономического развития города Перми, это и генеральный план. К сожалению, оставляет желать лучшего синхронизация между ними, процент выполнения этих документов. И самое главное, их четкость. Поэтому я отвечу на вопрос, что сегодня качественного базового документа, описывающего стратегию, по моему мнению, к сожалению, нет. Есть несколько документов, немного разных между собой. Конечно, важно, чтобы он появился. И мы думаем, что если будут созданы по каждой отрасли программы комплексного развития, то параллельно нужно создавать стратегию города. Тем более есть практика федеральная по разработке стратегии развития городов. Что касается текущих планов, которые уже намечены, как их реализовать, чтобы система заработала иначе? Это какая-то персональная ответственность чиновников будет? Кого-то мы в случае чего казним, ну или выпарим хотя бы. Как будет строиться эта работа? Или в корне надо что-то иначе менять? Мы предлагаем начинать с простого. Это повысить прозрачность реализации наезд проектов. О чем идет речь? Речь идет о инвестиционном мониторинге. Каждый проект, на который уже определена целесообразность, выделены бюджетные деньги, он должен попадать в мониторинг проекта, где в режиме онлайн каждый заинтересованный, депутат, сотрудник администрации, житель города сможет понимать статус проекта. То есть текущее его положение, что мы делаем? Разрабатываем проект, уже реализация идет, выделение денежных средств. Отражение обязательно финансирования, сколько выделено, когда сроки начала проекта, сроки ожидаемого окончания проекта. Мы бы видели там и включение туда и графиков реализации проекта, которые по договорам подряда с подрядчиками. Ответственное лицо, курирующее этот проект, от администрации. И в случае отставания от календарного плана, комментарии, причины отставания. Безусловно, это должно быть на современной IT-платформе. Этих IT-платформ сегодня разработано много. И она должна быть интегрирована между разными департаментами. То есть на сегодня до сих пор департамент мониторинга ведет выполнение проектов в процентах, а департамент финансов ведет мониторинг проекта в финансовом выражении в рублях. И они между собой никак не синхронизируются. Поэтому мы, конечно, предлагаем, чтобы мониторинг был сквозной. В нем работали одновременно все участники этого процесса. И повысив прозрачность реализации в целом комплекса проектов и каждого проекта в отдельности, уже очень сложно будет затянуть проблему, скрыть проблему. Повысится, я думаю, ответственность всех участников. И это очевидно. И выявятся все проблемные вопросы, новые, старые, индивидуальные каждому проекту, которые можно будет решать здесь, сейчас. Поэтому начинаем с этого. Предлагаем очень четкую, понятную систему. Система даже визуально разработана, какой должна быть таблица. Представляете, как будет здорово, если туда будут еще подтягиваться веб-камеры, и мы с вами сможем в режиме онлайн посмотреть. Сегодня все это возможно в наших технологиях. Поэтому старт – это инвестиционный мониторинг. Старт – это ответственность сотрудников, управляющих инвестициями перед всем городом, перед каждым жителем. Мы думаем, что это повысит достаточно серьезное качество ответственности. Текущая ситуация, как по-вашему у нас вообще, насколько сильно подкосила со всеми этими коронавирус, пандемия, режим самоизоляции, инвестиционная составляющая у нас пошатнется или справимся? Безусловно, когда речь идет об ограничении финансов, секвестирование бюджета, всегда режет бюджет инвестиций. И есть действительно такие риски, что он будет сокращен, бюджет инвестиций. Но те цифры, о которых я говорил ранее, они настолько значительные, что даже с учетом секвестра, я думаю, что бюджет 2020 года будет значительно выше 2019. Понимаете, важно не останавливать систему проработки проектов относительно выделенных денежных средств. Проектов всегда должно быть больше, чем денежных средств. Тогда есть возможность выбора наиболее приоритетных, тогда есть возможность выбора наиболее качественного проработанного. Сегодня мы пока берем все проекты, которые инициируются в любом состоянии. И важно, чтобы мы вот эту систему настроили самостоятельно, и она могла наработать столько проектов городу, чтобы мы при любом количестве выделенных средств не останавливали скорость развития города. Ну что ж, я всем нам желаю побольше проектов интересных, повыше процент их реализации значительно. Успехов в работе вам с коллегами по депутатскому цеху администрации. Тоже, безусловно, хочется пожелать успехов. Вам спасибо за то, что сегодня подробно, понятно и практически на пальцах объяснили всем нам, что это такое, и как город может жить иначе немножко. И, безусловно, будем рады видеть вас в нашей студии, потому что тема действительно насущная, злободневная и касается каждого. Спасибо, что вы на нас в гости. Спасибо, Станислав. Да, очень приятно. Вы смотрели «Лобби-холл» на Вете-24. Сегодня у нас в гостях был депутат Пермской городской думы Евгений Глезман. Меня зовут Станислав Уланов. До встречи на Вете-24. Вперед.